всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я к вам сегодня с консервацией с очень вкусным рецептом ассорти этим рецептом со мной поделилась моя подруга олечка спасибо большое я у нее попробовала была в восторге очень вкусный получается маринад огурчики помидорчики тоже изумительные вкусные в общем всем у нас понравилось ну конечно я не могла не поделиться с вами такой ассорти конечно больше всего подойдет для помидор и огурцов сейчас все расскажу и покажу поехали начнем нужны огурцы помидоры возможно перчик сейчас объясню почему возможно значит из зелени у меня вот такие вот цветочки называется до укропа еще семян нет вот и порезала мелкого чтоб побольше банка вошло это у меня листья хрена так почему возможно да потому что в какие-то баночки я положу перчик в какие-то не положу зависит это от того вот так вот я его порезала почистила зависит это от того от моего желания вернее даже да потому что я хочу получить чтобы зимой открываешь когда баночку ассорти до разные вкусы были поэтому очень удобно в какую-то положить допустим на перчик в какую-то баночку не положить так покажу вам на примере двух баночек значит на одну каждой банке возьму давайте двухлитровую банки можете взять совершенно любые какие вам нравится я положила немножко по вкусу листьев хрена значит парочку лаврового листа на двухлитровую банку ну все девочки конечно же делаю вот так вот просто беру перец горошком и засыпаю просто беру вот так вот гвоздику и положу так на двухлитровую банку я положу две-три звездочки гвоздики этого будет достаточно я знаю что не все любят гвоздику поэтому если вы ее не любите вы ее просто не добавляйте вот и все она имеет очень сильно аромат поэтому много ее не нужно также туда идет перец душистый я тоже две-три штучки положу на двухлитровую банку и в какую-то баночку я положу перец острый совсем чуть-чуть в какой-то может и не положу у меня сушеный с прошлого года остался ну и конечно же чеснок а сколько вы уже положите чесночка тоже на свое усмотрение можно зубчик 2 но я его порезала чуточек поменьше все теперь укладываем сюда огурцы кстати по банкам банки у меня не стерилизованные потому что мы продукты вот эти все не стерилизованные берем а просто промытые банки достаточно хорошо промыть чтобы у вас четко стояли любые заготовки банки нужно обязательно промывать очень хорошо промывать их нужно или сода или с горчицей то есть четко их промыть хорошо и тогда никакая стерилизация вот по такие точно будет не нужно вам и огурцы там помидоры перец все будет стоять прекрасно все заполняем банку огурцами первый слой я стоя вот так вот укладываю так но эту баночку я уже вам покажу что я сделаю с перчиком поэтому беру просто перчики вот так вот вдоль так ну вот так положила будет недостаточно кстати у меня на канале есть очень хороший рецепт ассорти универсальный можете туда вообще и капусты и кабачки все что угодно сюда тоже можете положить но я вам честно скажу больше всего он подходит если огурцы помидоры и вот перчик вот он больше всего подходит так так положили первый слой сейчас добавляем сюда укропчик ну вот так вот я зонтик беру просто и вот так сверху его положим серединочку все и сейчас добиваем банку помидорами так все баночка готова и сейчас я буду заполнять остальные банки потому что у меня не одна будет и потом уже с вами встретимся баночки готовы заливаем и кипятком я вот так вот всегда заливаю не нужно ничего я не подкладываю вот чуть-чуть раз налила в одну можно крышечки пока убрать немножечко ноги налью во вторую баночку вот так вот потихоньку потом в третью и вот так потихонечку разливаю и банки никогда не лопаются кстати забыла вам сказать что сюда можно и огурцы и помидорки добавлять резанные вот в первые закрутки я делать целиком и а в этот раз уже помидорки тут крутила с морковной ботвой с базиликом и все некрупные помидоры закрутила остались крупно огурцов много вот поэтому вот сейчас вот я делаю и помидорки некоторые я порезала вот так вот вот таким вот образом сейчас покажу вам вот так и если будете их разрезать то вниз вот так вот их переворачиваете баночки залили и оставляем для прогрева я всегда вам рассказываю как я смотрю прогрелись баночки или нет да значит по самый к вот у меня здесь разнокалиберные банки да значит будем смотреть по самой большой банки это значит по 3 литровый я должна вот так вот подойти спокойно взять руками сейчас видите вот горячо да спокойно взять руками сколько времени пройдет все зависит от величины банки от температуры которая вокруг находится да поэтому точно по времени сказать невозможно если баночки маленькие пол литровые литровые то желательно для того чтобы они прогрелись подольше потому что они очень быстро остынут их нужно сверху можно прикрыть полотенчиком и тогда они температура но определенное время простоят и нагреются тогда овощи у вас будут прогреты и банки никогда у вас не взорвутся баночки у меня хорошо прогрелись вот видите я спокойно держу трехлитровую банку все отлично беру мерный стакан так как в этой кастрюле у меня мерной шкалы нет и сюда выливаю рассол вот этот рассол из банок мы будем кипятить в общем хотите делайте с крышкой хотите нет сразу хочу вам сказать что крышки для с дырочками сливные у меня есть и очень много и самые разные но я сливаю руками мы отмеряем 1 литр 2 3 4 это у меня 5 литр у меня здесь не хватает немножко я доливаю простой воды дуб для полного счета 5 литров маринада у меня получилось и так сейчас сделаем маринад на 1 литр воды значит нам потребуется вот такая пищевая соль вот такая каменная пищевая соль столовая ложка значит у нас сюда мы кладем на каждый литр одну столовую ложку с не очень большой горкой соли это 22 23 грамма у меня 5 литров кладу 5 столовых ложек отсчитывать каждую ложку я вам не стала потому что но это же время я вам сказал просто 5 столовых ложек я положила на 5 литров воды каждая ложка 22 грамма теперь сахарный песок на каждый литр воды 4 столовые ложки сахарного песка с небольшой горкой песок я измерила каждая ложка 25 граммов значит получается 100 граммов сахарного песка здесь у меня 5 литров 4 умножаем на 5 получаем 20 20 ложек столовых сахарного песка я положу или если перевести мне в грамм это будет пол кило все сахар соль положили и ставим это на газ и даем закипеть так пока у нас закипает мы приготовим уксус или эссенцию ну или кислоту уксус ну что у вас есть значит так на 1 литр воды десертная ложка кислоты 70 процентов если это будет 9 процентов уксус 8 десертных ложек все спрашивают сколько здесь где мне взять такую десертную ложку возьмите ложки дома и или взвесьте или перемерьте как хотите и подберите те ложки которые вам подходят чайная ложка 5 миллилитров десертная ложка 10 миллилитров столовая ложка 15 миллилитров поэтому вот посмотрите у себя ложки смерите которая ваша ложка подходит и пометьте вот это вот у меня десерт на вот это вот столовая вот это будет чайная я вам говорю сейчас берем десертную ложку 10 миллилитров значит у меня кислота так поставлю чтоб вам видно было мне надо 5 десертных ложек 1 2 3 4 5 как только закипит у меня рассол я сразу вылью туда уксус уксуса или кислоты неважно это немного потому что у нас немалое количество сахара уксус и сахар между собой балансируют чем больше мы кладем сахара тем больше мы положим уксуса это не будет кисло это будет нормально у меня там вода закипела банок много на газу поэтому с вашего позволения вот уксусную кислоту вылью туда и тогда уже буду разливать по банкам кипяток а сейчас буду разливать кипяток ну чтобы потому что банок много и чтобы сюда не ставить эта вода сильно остынет пока до последней долью поэтому вот так вот сделаю ну пойми поняли да что я туда вылила так наливаем до самого горлышко все и так заливаем полностью все наши банки баночки закрутили удобным для вас способом и перевернули вот так вот верну даже те банки которые вот под такими винтовыми крышками я все равно переворачиваю верну чтобы убедиться что ничего нигде не пробегает крышка не пропускает все сейчас я убираю всегда под шубу и ну сутки вот завтра я оттуда достану из по я спускаю в погреб вы можете хранить при комнатной температуре еще раз напомню небольшие правила для того чтобы ваши заготовки точно стояли хорошо при комнатной температуре это дайте первые два-три дня после того как вы достанете из-под шубы под одеяло из-под полотенца неважно из-под пледа чем вы закрываете холодное место в холодильник в ванну в холодную воду неважно подержите пару дней и потом храните при комнатной температуре но обязательно в темном месте чтобы не доставали солнечное учитывая туда не попадали у нас тогда банки будут у вас точно стоять отличные ничего не взорвется удачных вам заготовок и всего самого хорошего вот такие красивые баночки у нас с вами получились аромат просто изумительный вы откроете зимой такую баночку и точно не пожалеете превосходно они стоят ничего не взрывается не переживайте тем более что не так давно снимала шорс и показывала что такие банки у меня уже есть в подвале стоят и вообще все ничего ничего все хорошо и отлично поэтому готовьте готовьте с любовью готовьте с удовольствием у вас обязательно все получится и зимой вы будете наслаждаться хрустящими вкусными огурчиками и пикантными такими сладенькими помидорками вот такая вот красота буквально мгновенно получается трудозатраты здесь совсем небольшие еще больше консервации вы найдете в моем плейлисте консервация сразу под видео оставлю ссылочку заходите смотрите выбирайте по своему вкусу у меня там очень много огурцов помидорка салатов баклажаны в общем много всего наслаждайтесь пользуйтесь я надеюсь что вам все придется по вкусу тем более что все там есть на любой вкус и цвет как только вы хотите а я вам как всегда желаю всего самого хорошего и доброго если вам понравилось видео то ставьте лайки не забудьте подписаться на мой канал оставить пару слов комментарий я буду вам очень благодарна всего вам самого доброго с вами была ваша татьяна пока пока